Предлагаю наш круглый стол провести в формате дискуссии. Первый вопрос – результаты уборки зимой пшеницы, сорта лидеры по урожайности и по качеству. Предлагаю по этому вопросу дать слово сначала нашим ученым, представителям селекции, чтобы они рассказали о том, какие селекционные достижения обладают выдающимися результатами и какие уже себя проявили в этом году. Конечно, урожаи были очень пестрые, как по хозяйствам, районам, так вот и в целом, наверное, по региону. Это касается Ростовской области и Ставропольского края. Конечно, бы проанализировать каждое хозяйство, ну это могут только аграрии, агрономы, которые работают именно в данных условиях. Нам, как селекционера, мы можем только дать рекомендации по сортам и сказать, что мы получили в своих испытаниях, в своих конкурсных сортоиспытаниях, в экологических точках. И, как сказать, прокомментировать те моменты, на которые неожиданно, можно сказать, отреагировали некоторые наши сорта. Конечно, мы счастливы теми данными, которые получили по многим сортам, в том числе вот в этом году очень громко прогремел сорт кольчуга у нас в Краснодарском крае. Это и ОПХ «Кореновская», НПХ «Кореновская», это вот наше подразделение НЦЗ имени Лукьяненко, это центральная зона Краснодарского края, где урожайность составила 108,6 центнера, с 39,3 гектара была убрана, это питомник размножения. Очень приятны были сообщения из Приморско-Ахтарского района, это тоже на данный момент был сорт кольчуга, который формировал из 108 центнеров, из 109 до 110 центнеров зерна из гектара. Сорт у нас новый, крупноколосный, крупнозерный, который вот в этом году себя вот так замечательно проявил. Конечно, не буду оригинально, что подтверждают свою высокую пластичность и, так сказать, приспособленность к разным условиям, в том числе и к условиям 2024 года, это сорт Таня, который в очередной раз порадовал нас, и урожайность в нашем хозяйстве, агрофирма «Плинзавод» Каневского района, хозяйство «Победа», урожайность по кукурузе на зерно, с площади почти 1000 гектаров, составила 71,1 центнера зерна из гектара, по кукурузе силосность, с площади почти 300 гектаров, 79,7 центнеров зерна. И общая урожайность этого сорта, включая и клин азимы, то есть по колоссовому предшественнику, составила средние 73,8, а наивысшее от именно по колоссовому предшественнику 92,6 центнера зерна из гектара, почти со 100 гектарного поля. Не буду тоже оригинально, если скажу и сорт Гомер в этом году, как-то последние два года были отзывы не совсем, так сказать, приятные для нас, для селекционеров производства, жаловалась на то, что сорт Гомера вольно поражается септериозом. Этот год был по эпифитатинным проблемам более легче себя чувствовали, такие сорта, как Гром, Гомер. И урожайность сорта Гром по кукурузе силосной, тоже в этом же хозяйстве Победа Каневского района, составила 83,3 центнера зерна из гектара, с площади 500 гектар. Средняя урожайность по хозяйству этого сорта составила 72,4, и сорт Гомер очень приятно, что по предшественнику подсолнечник, с площади 838 гектар его урожайность составила 77,5 центнеров. В среднем урожайность по хозяйству составила 73,5, с площади 8765 гектар. Сортовой состав в этом хозяйстве Победа был таковым. Сорт Таня, Гром, новый сорт Эмма, сорт Алексеевич, Школа, средне-ранний сорт Федор, средне-поздний сорт Тимирязевка, 150, Гомер, Еланчик, Бумба, Кольчуга, Победа 75, и сорт Мане, который по предшественнику подсолнечник, с площади 456 гектар дал урожайность среднюю 79,1 центнера. Вот такие вот результаты у нас, чем мы можем порадовать себя и произнести вслух для вас, наши коллеги. Вы знаете, в этом году, конечно, сказать однозначно здесь нельзя, но по нашим наблюдениям, в этом году преимущество имели крупнозерные и многоцветковые колоссия, ну, сорта. Это сорта такого вот, как кольчуга, как сорт Бумба, Еланчик, как сорт М, хотя не во всех, так сказать, хозяйствах это подтвердилось. Ну, в целом, если брать ситуацию, на сегодняшний день, да, Ростовская область наиболее пострадала здесь на юге, ну, есть еще более, наверное, радостно то, что в других регионах еще хуже ситуация. На сегодняшний день, в частности, Волгарадская область, где-то в районе двух тонн средняя урожайность получают товаропроизводители. У нас здесь непосредственно, конечно же, первая беда – это те садки, которые были в зимний период, вроде бы как достаточно много их было, но наблюдали на посевах озимых культур, прежде всего, макания где-то. Ну, а в дальнейшем, вот как раз-то вторая беда, которая к нам пришла, это так называемые майские заморозки, которые нанесли наибольший ущерб сельхозкультурам, в частности, зимой пшенице. Кроме этого, конечно же, еще ситуация усвоебилась тем, что уже на протяжении длительного времени, в частности, в Зеленоградском районе, у нас не была осадка. По большому счету, если брать май, то у нас ничего не выпало по данной нашей метеостанции. За период, допустим, с 1 марта по 1 июня у нас выпало где-то около 30% всего от нормы. То есть, достаточно низкая. На сегодняшний день, буквально по Зеленоградскому району уже наблюдалась именно воздушная засуха. Непосредственно страдают, прежде всего, сейчас яровые культуры, в частности, подсолнечные кукурузы. У нас тоже селекционеры бьют револю, что, возможно, придется списывать и по этим культурам какие-то части посев, потому что пыление не произошло, как мы хотели. И то количество початков, которое будет, ну, наверное, нецелесообразно будут их и убирать на сегодняшний день. А так, по пшенице были у нас различные, конечно же, результаты мы еще собираем, по большому счету, потому что область еще убирает. Северные районы, в частности, по югу, значит, у нас в конкурсных испытаниях достаточно неплохая урожайность, несмотря на данные погодные условия. По пару, значит, получили мы до 13 тонн. Есть образцы, которые в перспективе будут, конечно, перед населекционерами в дальнейшем как сорта. По кукурузе на зерно здесь поскромнее результаты, около, ну, до 11 тонн есть сорта. Ну, и по твердой пшенице здесь тоже порядка 11-12 тонн было получено. Одним из таких полигонов, которые были у нас здесь на юге, это День Донского поля. На базе его высевались сорта, прежде всего, Донской селекции. По предшественнику горох, результаты там тоже достаточно неплохие. Где-то от 65 до 75. Урожайность была, ну, выделись такие сорта, прежде всего, это как Васильич, потом из Тарасовской селекции, это губернатор Дона. Ну, из нашей новинок, в том числе Матрица, Приазовье, вот Ермак-2, который на следующий день будет уже в этом году проходить изучение. Мы ведем сортосмену, понятное дело, что решились в прошлом году все-таки заменить Ермак на новый сорт, более продуктивный. В этом году результаты, в принципе, подтвердились, что сорт достоин и в дальнейшем, конечно, будут занимать определенный ареал и, надеемся, что все-таки вытеснит, прежде всего, Ермак. Ну и, конечно же, конкурент Краснодарской селекции, это однозначно по продуктивности. И в последние годы, в принципе, наши сорта подтянулись кубанским сортам, прежде всего, за счет того, что мы больше начали использовать, конечно же, в генетике и их материал, те же самые Таня, Гром, ряд других сортов высокопродуктивных мы активно, конечно же, используем в селекционной работе. Ну и последние сорта как раз-то показывают свои неплохие результаты. Посеян был, значит, у нас в Сальском районе ряд сортов О. Березовская, там тоже, как бы, неплохие результаты, порядка до 75 тоже полученные урожайности новых сортов. В Римутинском районе поскромнее, там, конечно же, все-таки сказалось именно засуха, в среднем где-то до 4 тонн по участку была получена урожайность, от 3 до 4. Ну и, опять же, обливец костихосхимия тоже предварительно беседовали, где-то в пределах 3,5-4 тонн у них-то чтение урожайности есть. Если говорить о каких-то сортах, да, то здесь, конечно же, сложно выделить сильно какой-то сорт, потому что все именно те поводные условия, в частности, морозы, которые были, заморозками сложно назвать, конечно же, они вредили, прежде всего, тем сортам, которые находились именно в период цветения у нас, в частности, попал сорт жаворных, станичная, как раз в этот период шло опыление, и пыльца стала просто стерильная, и вот где низинки, там, в принципе, практически и не было получено хорошего урожая. Заходишь, вроде как, неплохо молотится, есть все, а уже на выходе к балочке, там уже комбайн практически не ощущает зерно. Ну, это такая ситуация была, многие говорили, что все нормально, хорошо у всех, ну, вот как показал комбайн, что не так все хорошо и получилось-то у нас, в принципе, в хозяйствах Ростовской области. Ну, здесь вот тоже различные последствия, прежде всего, мы увидели, вот первый раз столкнулся, когда колос вроде бы зеленый, все есть, а щупаешь, оно пустое, вот он более светлый оказался, и причем это до уборки, такое мы наблюдали, потом уже, конечно, когда начало созревание, уже зерна ощущаешь, его нету. Вот посерединке, это у нас сорт премьера, в частности, достаточно большое количество повреждений было на поле, до 50%, когда нижнюю часть просто-напросто вот прихватил мороз, и здесь пыльца оказалась стерильная. Здесь вот тоже мы смотрели, колосья разные, опять же, и вот посерединке, да, один и тот же сорт красодона, но, опять же, где морозом повреждения было, здесь пыльца стерильная оказалась, а где не зацепило, вот уже мы видели, в тот период идет налив зерна непосредственно, ну и вот такие тоже красивые поля, причем еще перетяжка была внизу, были большие опасения у нас по этому сорту, что получат, конечно же, снижение, но к большой нашей радости, на данном участке мы получили порядка 60 центнеров по пришлеснику горох, это нас удивило, и причем, да, здесь соглашусь с коллегами, все-таки крупнозерные сорта, они в этом году дали более высокую урожайность, в частности, вот та же самая премьера, она крупнозерная, крупноколосая, и вот за того, что небольшое количество стеблей, да, был тоже сброс некоторых, конечно же, растения работали именно на основной колос, чтобы дать все-таки потомство, и вышло именно за счет высокой массы, компенсировалась урожайность у нас, если брать по группам спелости, то мы прежде всего ожидали все-таки, что средняя, ранняя группа у нас все-таки может провалиться, но опасения чуть-чуть оказались другими, прежде всего, когда начали заходить убирать озимый ячмень, то оказалось, что озимый ячмень вообще проскочил, эти заморозки, и у нас сорт Маруся, в принципе, 78 в производстве, это у нас как бы достаточно высокий результат, таких урожаев мы не получали, в этом году средняя, по ячменям у нас 73 по хозяйству получена, а вот уже, когда зашли на ранние сорта, здесь, конечно же, была пестрота, прежде всего, на хороших полях до 70 была урожайность, там, где были повреждения морозами, здесь уже, конечно же, где-то на тонну, полторы у нас урожайность была снижена. Те сорта, которые вот среднеспелые, либо среднепоздние, многие отмечают, что они как раз-то были меньше всего повреждены, потому что в этот период они еще находились либо в трубке у колоссия, за счет этого все-таки лучше они выглядели, в частности, и по твердой пшенице, звонили в Стамбовской области, тоже беседовали, говорят, вот ваша там сорт, опять же, Диона, она не повредилась, в отличие от сорта Алексеевич, который более сильнее повредился. Сейчас будем заходить на уборку урожая, смотреть, но визуально, конечно, был контраст. За последнее время мы достаточно большую работу провели, за пять лет у нас 15 сортов допущено к использованию, и на сегодняшний день, конечно же, те условия, которые сложились в этом году, они для селекционеров, прежде всего, хороши тем, что есть возможность оценить селекционный материал на различные стресс-факторы, прежде всего. Для производства, конечно же, условия не очень хорошие, но для нас этот год как раз вызов, и мы однозначно сделали оценки, в частности, хороший опыт у нас получился по зерновому предшественнику, по зимой пшенице, где заморозок был где-то до 5 градусов, и там пестрота очень большая, и как раз тенденция есть, все зависело от фазы развития растений, по большому счету. Те, которые колосились, либо уже были в колошении сеней пострадали, те, которые более позднеспилы, они легче прошли этот период. По конкурсам испытаний я тоже говорил, у нас до 13 тонн урожайность была получена в этом году, это опять же благодаря запасам влаги именно осенне-зимнего периода, ряд сортов здесь выделялось, но прежде всего это средняя ранняя группа, вот Донская степь в принципе себя неплохо показывает, но и позднячки, то же самое раздолье тоже достаточно хорошо в этом году себя проявило, хотя мы в принципе рассчитывали, что эта группа все-таки пострадает от засухи, но не сильно сказалось. По качественным показателям, опять же, в среднем за 5 лет сорта интенсивного типа у нас в принципе всегда формируют хорошее качество, то работа, которая была еще, Калиненко и остальными селекционерами, она продолжается безусловно. По сортам универсального типа, здесь также, как мы видим, жаворнок скороспелый, он по урожайности, конечно же, проиграл по этому году несколько, но другие сорта, опять же, новинки наши, более продуктивные, все ощущения, при этом хорошего качества. Для предшественников низких, в частности, для подсолнечников у нас есть небольшая группа сортов, прежде всего, здесь у нас в качестве стандарта аскет, он хорошо зарекомендовался, прежде всего, это восточные зоны Ростовской области, либо север, но и Валорадской области, это лидер по посядных площадям на сегодняшний день, и вот есть достойная смена, в частности, вольный дон и сорт донец, который на следующий день проходит изучение, и уже в ближайшие годы будет допущен к использованию. Ну вот, некоторая информация по дню Донского поля, кто был на этих участках, видел посевы, вот таких вот результатов на сегодняшний день мы добились, было представлено 26 сортов нашей селекции и порядка 15 ростовского центра, ну как видите, здесь по урожайности, опять же, Донская степь выделялась в конкурсных испытаниях, а остальные все наши новинки, те, которые либо районированы последние годы, либо находятся на изучении, при этом качество достаточно хорошее у данных сортов. Несколько есть у нас результатов именно по Ростовской области, в частности, Олберезовская, здесь, как видим, на первом месте у нас по урожайности оказался раздолье, это уже позднеспелый сорт, но и сорт, который, к сожалению, не был допущен к использованию «Золотой колос» на сегодняшний день по ряду 90 участков и в хозяйствах, показал хорошую урожайность, но и при этом качество тоже у нее достаточно высокое, по сравнению с остальными сортами. Если говорить о сортах, те, которые в этом году пользуются спросом, вот в принципе, те заявки, которые есть, наибольшие интересные сорта, это для творопроизводителей Ростовской области, прежде всего, это Донская степь, Вольный Дон, Амбар, который на сегодняшний день не только в Ростовской области, но и поступают в Стуйской области, Воронежской, Белгородской, то есть сорт там сейчас набирает площади за счет позднеспелости. Здесь как раз-то есть транслокация ржаная, которая формирует высокую урожайность, но и в родителях здесь, как я ранее говорил, есть кубанская селекция, в частности, сорт южанка, премьера, здесь тоже вот в родителях у нас имеется красотарский сорт, это Васса, неблагодарка, в принципе, сорт достаточно неплохой, и для Ростовской области на счете, наверное, один из самых продуктивных нашей селекции. Раздолье это уже более позднеспелый сорт, где-то если брать по периоду витации, это где-то на 7 дней позже Ермака он созревает, как правило, но при этом сорт достаточно хорошо кустится, прежде всего, за счет этого формирует именно высокую урожайность. Аюта, это уже у нас сорт с этого года, допущен к использованию, создан на основе красодона, это как раз-то сорт, который краткостебельный, самый низкорослый из нашей линейки сортов на сегодняшний день, допущен к использованию. Вот как раз-то вопрос, когда задают поменьше соломы, вот это про этот сорт, можно сказать, при этом качественные показатели достаточно хорошие. Матрица, здесь у нас в родителях краснодарский сорт Гром, ну и наш высокопродуктивный сорт Ростовчанка 5, вот на базе этих сортов получился достаточно хороший сорт, при этом подходит он практически под все предшественники, за исключением подсолнечника. Ну и при Азовье, здесь тоже вот уже сегодня коллеги говорили про сорт Таня, как раз-то вот по всевероятности генетика этого сорта и в этом году сказалось и на урожайности данного сорта, тоже достаточно хорошие результаты были получены. Благодарю за внимание.